Сегодня у меня сразу 12 салатов с кальмарами. Все рецепты простые, а некоторые очень простые. А еще буду варить кальмаров тремя способами. Приготовлю домашний майонез и свою любимую заправку с орешками. Вам понравится. Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Начну сегодня с салата, который пробую впервые, но который точно буду повторять. Рецепт мне прислала моя подписчица Ксения. И он нам очень понравился. К отваренным и нарезанным кальмарам, их взяла 300 граммов, добавляю один плавленый сырок, натираю его на мелкой терке, два зубчика чеснока, два вареных яйца, зелень и заправляю домашним майонезом. Ну, очень вкусно! Да, нашим гостям точно понравится. Спасибо, Ксения, за рецепт. Записала в любимые. А второй рецепт в любимых у нас уже очень давно. Отваренные кальмары нарезаю соломкой и выкладываю в миску. Сюда же свежий огурчик, тоже соломкой, сыр и зелень. У меня укроп и зеленый лук. Заправка. Две столовых ложки греческого йогурта, или можно сметану взять. Чайная ложка лимонного сока. Немного горчицы. И зубчик чеснока через пресс. Перемешиваю. В конце солю по вкусу. Получается очень нежный, свеженький, вкусный и полезный салатик. А следующий рецепт очень нравится моему сыну. Он называет его цезарь с кальмарами. По вкусу, да, чем-то цезарь напоминает. Но соус здесь совсем другой. И нам он даже больше нравится. Кунжут. Чайная ложечка. У меня смесь черного и белого. Обычно беру просто белый. Столовая ложка кедровых орешков. Уксус любой 6% чайная ложка. Три столовых ложки оливкового масла. И две столовых ложки чистой кипяченой воды. Сюда же немного любого рассольного сыра. У меня брынза. И немного горчицы. Можно досолить по вкусу. Но я сегодня соль не добавляю, сыр соленый. Измельчаю все с помощью блендера. И вкуснейший соус готов. Добавляю его к отваренным и нарезанным соломкой кальмарам. 3-4 чайных ложки соуса будет достаточно. Перемешиваю. И пока отставляю. Листья салата рву руками на небольшие кусочки. Обычно беру два вида салата. Так вкуснее. Добавляю нарезанные помидоры. Лук-порей. И свежую зелень. Теперь соль. И немного оливкового масла. Совсем чуть-чуть. Перемешиваю. И выкладываю салат на большое блюдо. А сверху подготовленные кальмары. Посыпаю кунжутом. И все. Яркий, необычный и очень вкусный салатик получается. На праздничном столе он точно найдет свое место. А следующий салат у меня записан как адмиралтейский. Но я немного рецепт изменила. И теперь называю его мой адмирал. 2-3 кальмара. 2 яйца. Половинка сладкого перца. Листья салата. И домашний майонез. 1-2 столовых ложки. Перемешиваю. И выкладываю на блюдце. Использую сервировочное кольцо. Кольцо беру маленькое. Потому что готовый такой салатик обычно порционно. Аккуратно прижимаю ложкой. Сверху украшаю красной икрой. Снимаю кольцо. А вот и вторая порция. Очень красиво и празднично. И вкусно. Попробуйте. Майонез для салатов я готовлю классический. Трачу пару минут. А получается, поверьте, вкуснее, чем в магазине. Яйцо я на одну минутку заливаю кипятком. Затем отправляю его в чашу блендера. Здесь важно, чтобы желток оставался целым. Добавляю пол чайной ложки соли. Чайную ложку сахара. Немного горчицы. И столовую ложку 9% уксуса. Уксус, конечно, можно заменить лимонным соком. Но если хотите вкус, как в магазине, рекомендую все же использовать именно уксус. Заливаю это все растительным маслом. Использую только рафинированное. Устанавливаю блендер так, чтобы желток оказался внутри ячейки с ножом. И взбиваю примерно 20 секунд. И все. Густой и очень вкусный майонез для салатов готов. Не только для салатов. Я уверена, что если вы один раз попробуете приготовить майонез дома, тоже, как и я, перестанете покупать его в магазине. Еще несколько рецептов вкусного домашнего майонеза смотрите по ссылочке в описании. Чаще всего я готовлю майонез с помощью погружного блендера. У меня есть вот такой и такой. Конечно, и любой другой подойдет. Но именно погружной. Если вы еще не выбрали себе блендер, можно это сделать через Е-каталог. Здесь очень удобный подбор по параметрам. Можно отсортировать по бренду. Выбрать тип погружной. Насадки. Еще люблю турбо-режим. И помощнее хочу. Вот и пришла к тому, что уже выбрала ранее. Здесь характеристики и предложения от разных магазинов. Осталось выбрать, в каком из них поприятнее условия. Здесь же можно посмотреть видеообзор, задать вопрос и скачать инструкцию. А здесь видно, как менялась цена. Можно сравнить несколько моделей блендеров. А если времени нет, это сделать сейчас. Можно добавить в закладочки и вернуться к выбору позже. Очень удобно. Все ссылочки под видео оставлю. А сейчас покажу, как я чищу и варю кальмаров. Здесь у меня ледяная вода. А сюда я выкладываю предварительно размороженные тушки кальмаров и заливаю кипятком. Пленка легко отходит. Через несколько секунд перекладываю тушки в ледяную воду. Осталось их хорошенько обмыть и убрать все лишнее внутри. Я еще снимаю прозрачную пленку, но это не обязательно делать. В закипевшую воду добавляю соль, лавровый лист и тушистый перец 3-4 штучки. Выкладываю в кастрюлю очищенных кальмаров. И с момента закипания варю 1 минуту. Все, кальмары уже полностью готовы. Мягкие и нежные. Но если чуть отвлечься и вовремя не достать кальмаров из кипятка, они станут жесткими и совершенно непригодными для салатов. Поэтому я стараюсь не отвлекаться от процесса варки. Но если все же это произошло и кальмары переварились, я использую второй способ. Варю кальмаров 40 минут. И они снова становятся мягкими и нежными. Вот этих я варила минуту, а этих 40 минут. Эти потемнели слегка и уменьшились в размере. И те, и другие очень мягкие. Но запах у тех, которые варились долго, намного приятнее. Прям очень вкусно пахнут. Напишите в комментариях, как вы варите кальмаров и пробовали ли вы варить 40 минут. А зачем вообще варить? Я знаю способ, где кастрюля не нужна. В начале, конечно, чищу. Кипяток. И срочно в ледяную воду. Убираю вот это все. Как почистил, нарезаю. И в миску. Снова кипяток. Залил. Перемешал. И сразу воду слил. Снова заливаю кипятком. И снова чуть поколбасил. И воду сливаю. В третий раз уже добавляю соль. Лаврушку. И снова заливаю кипятком. Через две минуты все готово. Сливаю воду. И можно готовить салат. Самый простой я уже показываю. Кальмаром добавляю морковь по-корейски и майонез. Красиво выкладываю. И ужин, как праздник. Да, этот салатик мы показывали в предыдущем видео. Там мы готовили сразу 9 салатов с морковью по-корейски. Если пропустили, ссылочка под видео. Следующий салатик такой же простой, как и с морковью по-корейски. Кальмары нарезаю соломкой. Выкладываю в миску. Добавляю маринованный лук. И заправляю майонезом. Отличная закусочка. Но еще вкуснее получается. Если обжарить лук и морковь на небольшом количестве растительного масла. И добавить к отваренным кальмарам. Вот так можно и подавать. Но еще вкуснее, если заправить этот салат майонезом. Вкус даже не знаю, как описать. Попробуйте. Это совсем не сложно, недорого. И при этом очень вкусно. Для следующего салата кальмары нарезаю помельче. Добавляю яйца. Свежий огурец. И зелень. Солю по вкусу. И заправляю майонезом. Мне очень нравится сочетание свежего огурчика с кальмарами. Попробуйте. А этот салатик очень понравился моему папе. И он теперь его на все праздники готовит вместо крабового. Отваренные кальмары. Два штуки. Три яйца. Маленькая баночка консервированной кукурузы. Зелень. И немного маринованного лука. Заправляю майонезом. Добавляю по вкусу соль и перец. Подаю вот так. В общем, салатники. А теперь салатик с кальмарами, свежей морковью и зеленым горошком. К нарезанным кальмарам добавляю 3 вареных яйца. Половинку моркови, нарезанной тонкой соломкой. Зеленый горошек. И половину луковицы. Лук я предварительно мариную. Но можно просто кипятком ошпарить, чтобы ушла горечь. Этот салат заправляю домашним майонезом на молоке. В конце солю по вкусу. Перемешиваю. И можно подавать. Ну и конечно, я не могу не добавить ко всем этим салатам наш любимый сытый боцман. Я готовлю его не часто, но на новогодний стол всегда. Этим рецептом я уже делилась несколько лет назад. И уверена, что многие уже не раз его готовили. Но если видите этот рецепт впервые, очень рекомендую попробовать. Отваренные кальмары нарезаю соломкой. Еще для этого салата нужна малосольная красная рыба. Нарезаю ее на полосочки, вот так. Сыр натираю на мелкой терке. Сюда подойдет любой твердый сыр. Измельчаю яйца. И собираю салат с помощью сервировочного кольца. Но можно, конечно, и просто в салатник выложить слоями. Нижний слой рыба. Теперь майонез. Дальше измельченные яйца. Ложкой все прижимаю немного. Кальмары перемешиваю с ложкой майонеза и выкладываю следующим слоем. Теперь сыр. И красная икра. Снимаю кольцо. И ставлю салат на стол. Такого салата не нужно готовить много. Салат очень сытный и правда, ну, очень вкусный. Ингредиенты ничуть не перебивают вкус друг друга, а наоборот, дополняют его. Очень рекомендую. И жду ваши отзывы. Ставьте лайк, чтобы не потерять это видео. Встретимся через неделю. Впереди еще много всего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!